Колодец перепадной, 9-метровый, после которого тоже не было участка канализации, все выходило на рельеф и вот так вот бежало. Да, я знаю, я знаю. Хорошее дело сделали. Да, дело сделали хорошее. В микрорайоне Малая Хун долгое время проблема с канализационными коммуникациями стояла остро. В некоторых местах сети были повреждены оползнями и забиты землей. Сточные воды вытекали прямо на рельеф. В рамках инвестиционной программы сотрудники Сочи Водоканала привели канализацию в порядок. Работу оценили депутаты городского собрания и глава администрации Хостинского района. Сегодня все это обеспечено канализованием. Нить канализации Сахуна работает в рабочем режиме и, как мне профессионалы сейчас доказывают, надолго. Вот что требовалось доказать. Спасибо им за это большое. В течение двух недель специалисты Сочи Водоканала проделали большую работу. Произвели перекладку 75-метрового участка коллектора, прочистили 600 метров труб от засора, отремонтировали и привели в порядок 16 канализационных колодцев. Данный участок, на котором мы сегодня присутствуем, несколько последних лет оставался без обслуживания, без нормальной работы. На сегодняшний день мы получили уже много благодарности от жителей и от руководства района Хостинского, и также от депутатов Хостинской группы. Аварийные коммуникации на Ахуне – не единственный случай на курорте. По словам специалистов, в Сочи существует проблема, которая доставляет жителям неудобства. Одна из проблем нашего города канализирования и водоснабжения заключается в том, что у нас огромное количество бесхозных сетей. Это бывшие ведомственные сети, это сети, построенные в хозспособ самыми жителями. Теперь стоки от домов, в которых проживают несколько тысяч людей, не просто выливаются на склон, а поступают на насосную станцию Агура, как и предусмотрено правилами эксплуатации. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Игорь Кырпа, Никола Тихонов, телекомпания ФКТ.